И снова всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеоуслышатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко, и я продолжаю тему 360-х видео из Дубаи. Напомню, что 360-е видео вы можете вращать, крутить и так далее. Если вы смотрите на компьютере, делайте это просто мышкой, двигая видео в разные стороны, можете рассматривать с разных ракурсов. Если это вы смотрите на какой-нибудь ТВ-приставке, ТВ-боксе, Иксбоксе и прочих вещах, стрелочками пульта управления, джойстиком и тому подобное, ну а на мобильных телефонах или там айпадах, других планшетах, либо жестами, либо движением самого устройства влево-вправо будете прокручивать ирприз. А внизу опять же в описании к видео в всплывающих коннотациях есть ссылочки на другие и 360-е видео, и путевые заметки, и прочее, прочее, прочее. Посмотрите. Я иду по Марине уже, да, то есть как бы я в прошлом видео снимал GLT и решил не просто идти, а думаю, есть ли еще место на пленке, на камере. Почему бы не поснимать еще немножечко Марины, все равно буду идти, я буду идти вдоль канала в чуть-чуть дольше, и моя картинка будет у вас красивее, чем обычная любая картиночка. То, что смотрите GLT, я надеюсь, посмотрели. Посмотрели также и то, что называется, как это по-русски, интервью или обзор медицинской клиники, зубной клиники стоматологической в Дубае. Надеюсь, вы на все вопросы ответили, вы посмотрели. Спасибо, вас это все порадовало и тому подобное. Ну, а мы подходим к тому, что называется канал Марины, где раньше было очень людно, стояла куча корабликов, куча различных прогулочных кораблей с едой и тому подобное. Сейчас еды уже нет, тогда это был шведский стол, вы платите 300-500 дирхам, вас вывозят и на фоне там Атлантиса и прочего, прочего, прочего. Кушаете, да, теперь с едой все плохо ввиду ковида. Но дети визжат, дети визжат, истерики бьются и так далее. Ну, вот он канал Марины, 360-е видео, вон вдалеке, не знаю, видно или не видно вам небоскребы Марины, те самые высокие, Марина 104, Тавр 104 или Марина 104, и Принцесс Тавр, в общем, много чего красивого. А мы тут идем, людей, кстати, не очень, зато может быть охрана, которая будет кричать, выключите камеру и прочее, прочее. Ну, посмотрим. Вот это вот кораблик, кстати, они ездят, и я никак, никак, никак не соберусь сплавать и поснимать видео на этом кораблике. Такой вот, как вы видите, скоростной девайсик, опять же, золотой класс и обычный класс. Вы плывете, катаетесь, он идет до Аль-Губейбы, то есть в центр Дубаи, занимает это полтора или два часа. Время отправки, то есть несколько он ходок делает за день, время, две или три ходки. Время отправки здесь должно быть написано, раньше, по-моему, где-то в 17.30 плавал или что-то в таком духе. Как оно сейчас с расписанием, непонятно. Ну, а здесь то, что называется фасту-фудовский такой фудкорт, да, на открытом воздухе. Раньше таких штук было много, сейчас стало поменьше. Но все равно тут, по крайней мере, еще какая-то жизнь теплится. Не то, чтобы бьет ключом гаечными все время по голове, но процесс идет, пир седьмой работает, пир всем, да, то есть знаменитые наборы ресторанов в Дубае. Так что вот, вон люди катаются на скутерах вдвоем, да, это, ну, девушка и парень, еще нормально, а когда два мужика или две девушки, выглядит вполне, вполне странно. Ну, мы подходим к Маринамолу, кто не знает, вот он у нас, Маринамолу, с этой стороны он как бы повыше, чем с той стороны. Дополнительный этаж, выходящий к воде, с той стороны вы заходите на первый этаж или граунд этаж, а потом еще спускаетесь на минус первый, выходите к воде, которая еще ниже. Да, тут все насыпано, тут все достроено, тут все поднято, вон люди выбирают различные экскурсии, всякие яхточки плавают, либо вон там большие корабли плавают. Опять же, так и не сподобился за все это время поплавать на этих корабликах, ну и нафиг, зато я на автожирчики полетал, автожирчики намного-намного интереснее. Идем дальше, вот тут когда-то было обилие, большое, огромное обилие всяких фастфудиков и прочего-прочего, киоскочков, а теперь уже, к сожалению, практически все пропало. Все пропало, все исчезло, зато появилось много велосипедиков, народ копается на велосипедиках. Вот, тут даже трендельники были, а теперь этого ничего нет. Бургеры, кафешки, всякие другие, тут вот дети. Теперь вот, как же, с детства их приучают ездить в обнимку с другими мужиками. Опять же, народ фоткается с видами Марины, с видами Дубаи, GLT и прочих-прочих-прочих-прочих вещей. Так что, здесь, чтобы посмотреть, там вон охрана, я ее даже делаю вид, что мы ее не видим, а в ушах у меня наушники. Так что, все идут нафиг. Тарзанка, кстати, заработала, ее одно время не было, а сейчас снова ездит эта тарзанка. Напомню, что над всей Мариной, над каналом, с одного из небоскребов, одного из самых высоких, протянуты кабели. И вы в висячем, лежачем положении скатываетесь вниз. Вот вы видите, камера показывает, тросы доходят до Сюдова и тормозите на Марина Молл. Так что, вот так вот это работает. Дорого, по-моему, стоило, раньше это стоило 600 или 800 дирхам. Сколько это стоит сейчас, непонятно. А вон люди едут, смотрите, 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 видите, покрутите, чтобы вы видели провода. И вот сейчас, вот они подлетают, вот они подлетают, вот, и можете покрутить в обратную сторону, вы или я. Опа, системы зацепов срабатывают. Остановились, печально. Ну, печально, что сработали и что остановились. Купить себе, что ли, мороженое? Ну, прямо сейчас напьюсь, и еще сильнее захочется пить на жаре. У меня есть 30 минут на весь поход. Прогуляемся, посмотрим, что, где и как. Не будем останавливаться. Кстати, надо посмотреть, сколько я тут уже нагулял. Я тут уже нагулял 8 минут. Ну, еще 22 минуты, в принципе, нормально. Еще успеем, еще успеем, как следует пройтись. До дома мне 22 минуты быстрым шагом. Ну, так, если не успеем дойти до дома, там ничего интересного. Просто дорога и башни, джипиара, в том числе по нижней стороне идти. Ну, посмотрим. Здесь, конечно, озера тоже покопали или канал покопали с выступами. Так что по прямой намного быстрее, чем идти вдоль воды. Но воды якобы прохладнее. В реальности ничего прохладнее. Особенно, когда же жаркая часть. Вот эта липкая, жаркая духота и странный запах от воды. Так что тоже не создает особого этого. Несмотря на, несмотря на, как это по-русски, кризис и тому подобное, некоторые здания продолжают строить, некоторые забросили. Вот тут вот здание все-таки строится. Вот видите, тут была стройка как-то. Я приехал, тут был котлован. Сейчас уже можно увидеть почти законченное здание. А вот другое здание, там за ним забросили стройку. Так что, наверное, до лучших времен. Как это? Застройщик разорился, не продав все квартиры, не смог получить соответствующих денег. Или, знаете, типа, чем быстрее ты сдашь здание, тем быстрее начнешь получать доход от него, да? А тут с ковидом, с запретами строительства и так далее, можно и разориться. Тут на первых этажах то ли какие-то офисы, то ли это какие-то оригинальные квартиры такие строят. Наверное, это все-таки какие-то офисные здания будут, помещения будут здесь. Неплохо, неплохо выглядят. Такое вот кафешки или что-то еще там будет. Посмотрим. Если, конечно, я останусь еще в Дубае на достаточное время, чтобы это здание успели сдать. Хотя, опять же, да, что тут смотреть, что тут могут открыть, если вообще даже в Марина Молл простаивает очень большое количество помещений, все закрывается, все закрывается. Кризис, кризис в голове. Причем по голове. Здание. Это адрес Дубаи, Марина. Оно, конечно, оригинально смотрится. Напомню, там и бизнес-центры и жилые помещения, где вы можете спокойно пожить. Ну и крутите, крутите. 360-е видео для этого и снимается, чтобы вы могли послодить все эти шовтенечки. Сегодня, как я уже говорил, а, не говорил еще. Сегодня, в отличие от вчера, прохладный день, 26. Вчера было 35, а сегодня с утра, с ночи. Дул холодный северный ветер. Причем утром были вообще облака такие тяжелые, знаете. Низкие, летящие быстро облака за счет сильного ветра. И, казалось, вот-вот еще пойдет дождь, да. Но дождь не пошел. Я уже к такому привык. Кажется, вот-вот. И никакого дождя. Кстати, в этом году дождя вообще не было. Последний дождь был год назад. То есть, когда я еще снимал с градом сильным и так далее. То есть, вот тогда был дождь. А потом дождей вообще не было. И вообще климат немного. С одной стороны, зима была более холодная. А вот эти же туманы и так далее начались и раньше, чем это было в прошлом году. То есть, как говорили, позапрошлом году. Особенно, когда я переснимал. Да, кстати, первый день сезона, где я рассказываю про годовщину пандемии, у меня заблокировали. Теперь на ютюбе вы не имеете правила говорить про пандемию. Только медицинские видео про пандемию. Все остальное будет удаляться. Вот подумайте, почему, почему, почему тот самый ютюб пугает видео с 500 подрассмотрами, 20 комментами и 45 лайками. Почему, то есть, типа, где задаются вопросы, а что же не так с пандемией. Никто же там не говорил в видео, там, не носите маски и так далее. Там задавались просто вопросы. А чего ничего не делает правительство? А почему вакцины экспериментальные и прочее, прочее, прочее. И удалили. То есть, это почему так надо бояться правды, что называется. Что в этой правде не так? Что же бояться услышать в ответ? Как мы обещали локдаун для того, чтобы построить больше гостиниц, у гостиниц больниц, для того, чтобы подготовить медицинские системы и так далее. Локдаун год, медицинских новых больниц никто не построил, новых мест нет. Футболисты продолжают получать миллионы долларов, а врачи копейки. Ну, то есть, что защищаем, к чему локдаун? Только ограблением. Да, ну и теперь еще и цензура, да. То есть, как я уже сказал, видео было заблокировано. О, самолетики летят, достаточно еще низко. Наверное, полетели. Один точно полетел в Европу, а второй куда-нибудь в Азию. Азия, Азия, Азия. Да, в Европу тоже теперь особо не полетаешь. Нужны и... Как это называется по-русски? Тесты, регистрации, все-все-все остальное. Хотя многие люди забили и гуляют без масок, как вы здесь сейчас. Кому она нафиг нужна эта маска? Ну, а сейчас мы будем двигаться по такому туннелю вдоль, вдоль моста. Выйдем на мост и, наверное, после моста я выключу видео. Сейчас посмотрим, сколько у меня осталось времени. Хотя нет, только 14 минут. То есть у меня еще половина пленки есть. Так что я вполне смогу, наверное, успеть и дойти до дома, поснимав видео. Здесь я немного приускорюсь. Сниму маску. Фух, 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 жарко уже, жарко. Час дня, температура 25, индекс ультрафиолета 9. Это уже жарится, это уже сжарится. Если вы окажетесь сейчас на солнце, побудете 15 минут, гарантированные красные пятны. Я такого делать не буду. Сейчас приду домой, открою холодненькое пивасик. И погоняю немного танков. Хотя еще куча делала по работе, по каналу. Планировал снять видео про новые фичи Ажура. Так что посмотрим, как оно будет и что оно из себя представляет. Какие новые фичи Ажура? Это Windows Admin Center, который теперь есть в превью в Ажуре. Конечно, некоторые недоработки присутствуют. Но в общем и целом выглядит очень и очень неплохо. Посмотрите. И вот мы почти, почти, почти у цели. Осталось только перейти мост. Сейчас у вас будут отличные виды с моста на канал, на дальнюю часть Марины. Я вот только этих девушек обгоню. Все идут, втыкают в телефон. Еще можно с камеры заглянуть, что они там делают. Напомню, что это 360-ая камера. Можно крутить в разные стороны, вниз, вверх. Подсматривать за людьми. Учитывая, что я ее держу высоко. А, да, если вы хотите узнать, почему у меня два рюкзака. У меня рюкзак, там лежали вещи. А для камеры и так далее я все сложил в маленький рюкзачок, второй. Так вот, большой рюкзак полностью разошлась. Как это? Молния. Не знаю, наверное, надо будет его выбросить, что ли. Полностью разошлась молния. Так что, прямо, можно сказать, открыл, достать, а закрыть уже не смог. Посмотрим, как оно будет. И вот. Вот. Вот оно. Красивое видение Марины. Опять же, я не знаю, куда вы смотрите. Смотрите вдоль движения. То есть, я иду вперед, а вы смотрите направо-налево. Особенно направо. Поскольку мы идем над каналом. Вот так вот вам. Вообще будет круто. Ну как там? Виды хорошие? Как вы? Прикольненько смотрится? Водичка. Солнышко. Пляж. А у вас там минус пять, минус десять. Ну, не знаю, если я снимаю шестого марта. У кого как? Вот у кого-то минус двадцать и минус тридцать. Пойду немножечко помедленнее, чтобы вы могли насладиться. Вода, конечно, цвет имеет странный. Я с вами согласен. Но, в общем и целом, прикольненько. Девушки, даже сплошь наушники слышно. Как они говорят, знаете, у англичан есть привычка. Они-ка на людях почему-то говорят очень громко. Как будто пытаются привлечь к себе внимание. Вот самая шумная компания в баре всегда английская компания. Вот сейчас я машины не все слышу, но как они между собой разговаривают, я уже успешно услышал и даже услышал их акцент. Ну что, полюбовались? Красиво? Я стараюсь идти медленно, чтобы камера не сильно прыгала. Так что можете, можете, можете посмотреть. Я вот думаю, пойти прямо или пойти вдоль дороги. Наверное, пойдем прямо и выйдем на пешеходную часть Дубаи. до Джигяра, на полуприспортной, по крайней мере, и на этот Салман Кинг-Стрит, на Кинг-Салман-Стрит, где постоянный трафик и все такое. Там ванны, там отели, толпы приезжие, потому что главная тетенька придерживая. Такими белыми здесь люди не бывают. То есть ты хочешь, не хочешь, а обгоришь. Если будешь вот так вот ходить постоянно. Так, и у меня здесь зеленый свет. И должен включиться зеленый свет. Зеленый свет, ой, хорошо. Спасает только реально, только прохладный ветер, потому что жара страшна. Страшна. Вот так вот можно полюбоваться. Также можно полюбоваться закрытым Суворовом. К сожалению, не выжил ресторан во время пандемии. И все пошло лесом. Хотя оборудование вроде как стоит, да, то есть как бы не выезжали. Можно, конечно, будет глянуть, подойти, что там написано. Но, похоже, что все. Или почти все. Тут вообще были другие ресторажки, как вы видите, их вообще закрыли. И даже помещения уже сданы. Ну, под сдачу. А Суворов, то ли он принадлежит кому-то, как помещение купленное, а не арендованное. Или еще чего-то. О, авица, кажется, здесь есть. Работа еще интересна или нет? Вроде как да. Слушайте, я ем. О, хорошо. Може, как хорошо. Какой классный прохладный день. Это классный суток. По бокам и по скребу. Трак пластера. Здесь пластера, конечно, пообъемнее будут, чем, когда-то там, на GLD, на JBR, целые платформы. Так что, мы идем вниз, влево-вправо. Сейчас, не вертик переходит, да? Когда он с собой пластерами расстроен, он не притягивает свои улочки, там свои фонтанчики, альми расстроены. И ты переходишь из пластера, в пластерах не притягивает. Не знала, что у нее здесь 50 джер-хам фарковка. Случилось такими фарковками. я у тебя подумываю какой новый мерседес покупать вот желте конечно смотрится очень классно но он же громадный он же громадный тогда уже жешку купить настоящий как там брабус или амг таких тут тоже ездят толпами любимый где я очень часто завтракаю раньше часто завтракал когда ходил когда всем утра уже светло стало солнышко и ты идешь с моречка можно прогуляться ну вот она пешеходная часть я это уже снимал много раз но еще раз полюбоваться я думаю вам будет приятно пальмочки дорожка беззаботные прогуливаются туристы иногда тут можно увидеть дамочек вообще в одних купальных костюмах на сверху на которые накинуты эти самые полупрозрачные туники знаете из ниточек купальный костюм и полупрозрачная туника и которых прессует иногда полиция не стесняясь что происходит тут тоже что-то строят что-то переделывает что-то меняют вот это вот кстати поменяли раньше была такая потрепанный заборчик теперь видать поскольку заборчик еще не того самое потрепался то есть здесь они новое цветное что-то поставим буквально позавчера или когда здесь проходил позавчера еще этого не было забора цветного день прошел создать людям радость вашего девочки ребенку там девочки годика полтора-два она уже в теле в телефон сидит коляске и обратили внимание вот камера не так я не знаю что там но можно заглянуть что же такое понастраивали зачем они это все перестраивает это уже тянется года два я думал что они это планируют к евро 2020 но евро 2020 уже отложили а это все никак не откроется о надпись обновили я думал это граффити а это оказывается я замалевали чтобы прямо ее буквально пару дней назад она была вся закрашена и сейчас я так понимаю по свеженькому нарисовали вот эти строительные лица я-то думал что это действительно граффити это оказывается такое полуофициальная картинка или даже официальная картинка чтобы люди больше фоткали снова заглянем туда что там такого же сделанного не но это конечно прикольно что они так обшили незаметно и быстро но судя по обновленному забору это будет тянуться еще долго получается ну и вы практически пришли я сейчас гляну сколько у меня времени осталось сколько 23 минуты это как раз выйти до вид дома и выключиться 30 минут спасибо что были со мной как говорится подписывайтесь ставьте лайки пишите комменты не забывайте шарить видео напомню что это видео просто не было запланировано я просто начал его снимать уже возвращаясь желте я ранее снял два видео потом сегодня я ходил снимать видео посвященное стоматологической клинике в дубае и после стоматологической клинике в дубае я решил снять третье видео про джилки а потом решим что хочу я буду зря вот это ходить могу снять и еще одно видео про марину прогулялись и прогулялись посмотрели каково это в реальной жизни посмотрели тут у меня еще ремонт кстати затянулся я обычно говорил что она идет быстро а сейчас что-то он совсем-совсем затянулся здесь и с той стороны какие-то трубы кладут что-то тянут в общем посмотрим а она внизу в описании к видео всплывающих аннотациях вот сейчас конце видео будут все ссылочки на другие видео на ту же клинику зубную где лечил зубы она русскоязычная поэтому побольше постарался рассказать показать друг о кого заболят зубы вы вообще смотрите дальше и как говорит совсем удачи счастлива пока увидимся здесь вот вы видите уже мой дом совсем-совсем рядышком с вами был я игорь шестидка пока